Здравствуйте! В прямом эфире ВИС Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Джукаев. Смотрите сегодня в выпуске. Состояние дел в системе здравоохранения. Об этом и не только рассказал сегодня министр Казим Шаманов на встрече с журналистами региональных СМИ. Более полувека он открывал мир живописи тысячам студентов. Не стало известного талантливого педагога Магомеда Сосурановича Бастанова. В Черкесии открылась выставка народных ремесел и промыслов адыгов. Желающие также смогут принять участие в мастер-классах от ведущих мастеров. Мы молоды в 100 лет. На базе медицинского полюса завершился конкурс среди медучреждений. Об участниках и победителях репортаж вестей. Какова вероятность появления новой волны коронавируса и нового штамма? Готово ли Министерство здравоохранения дать отпор новой заразе, появившейся в Европе? Об этом и многом другом сегодня журналистам республиканских СМИ рассказал министр здравоохранения Карачаева Черкесии Казим Шаманов. Что касается вируса ОСПИ, то в стране уже начат процесс создания вакцины. Проблем с обеспечением зарубежными лекарственными препаратами в связи с санкциями практически нет, отметил министр. На сегодняшний день активно решается вопрос с кадрами в республике, а самое главное, медицинские учреждения Карачаева Черкесии укомплектованы необходимым современным оборудованием. Как рассказал Казим Шаманов, в республике новых заражений коронавирусной инфекцией нет, а медицинские учреждения региона полностью готовы принять пациента в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Постоянно штамп мутирует, постоянно появляются новые вирусы. Вот вы слышите, что там ОСПИ обезьян появился. Инфекционный госпиталь по особо опасным инфекциям, чтобы не пересекался больше ни с кем. В принципе, у нас и маршрутизация, и планы, все это есть. Могу сказать, что на территории Российской Федерации, в наших научно-исследовательских центрах уже разрабатываются вакцины, уже есть первые результаты по новым штаммам ОСПИ. Все это стало производиться на территории России. Есть хороший китайский опыт, когда они ни у кого не спрашивают, а все, что надо, они у себя производят. Республика понесла невосполнимую утрату. Не стало старейшего преподавателя Института культуры и искусств Карачаева-Черкесского госуниверситета Магомеда Сасурановича Бастанова. Более полувека он учил студентов рисованию и открывал для них мир живописи. О жизненном пути мастера расскажет Шерифат Лепшокова. Магомед Бастанов стал легендой еще при жизни. Своим учителем его могут назвать несколько поколений студентов Института культуры и искусств, тогда еще художественно-графического факультета. Из года в год мастер учил техники рисунка, наполняя красотой не только холсты, но и души вчерашних школьников. Мудрый учитель и добрый советчик. Он всегда готов был прийти на помощь, не только в учебе, но и в житейских вопросах. Будущим художником говорил, знаний одной лишь техники недостаточно. В работах должны быть мысли, переживания автора, нужно тонко чувствовать предмет изображения. Самому мастеру был близок пейзаж. Осенняя природа с ее богатством красок – это то, что невозможно не любить, говорил Магомед Бастанов. Он много ходил на этюды, забираясь далеко в горы. Когда я ухожу, поднимаюсь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой. Как бы диалог окружающей природы и со мной происходит. Мысленно. Любовь к искусству появилась в депортации, когда людям казалось не до красоты, выжить бы. Но в первом классе он впервые видит карандаш и уже не может с ним расстаться. Рисование займет все время. Природный дар мальчика заметят учителя, а по возвращении – и ректор вуза в Карачаевске, позвавший его учиться. Открывался новый художественно-графический факультет. Будущий студент сам готовил помещение к учебному году, помогал убирать, красить стены. А спустя более чем полвека на них будут висеть картины мастера. В них легко считается его любовь к жизни, природе, людям. Может быть, поэтому коллегам Магомеда Бустанова так трудно свыкнуться с его уходом. Магомед Сесуранович очень светлый и добрый душечеловек. Он каждого своего студента просто любил и окружал огромным вниманием. Я как студентка то же самое все испытала, потому что знакома с ним с первого курса. Он настолько влюблял в себя, привлекал нас к занятиям изобразительным искусством, учил работать на пленэре. Это настолько светлый, замечательный человек-художник, что его будет просто сильно не хватать. Награждённым множеством наград Магомеда Бустанова было за 80. Но в нём не угасал интерес к жизни, красоте природы. Тёплый, интеллигентный человек. Он был окружён учениками, любящей семьёй и почитателями его таланта. Был великолепным художником, путешественник, можно сказать. Он не смотрел на какие-то препятствия транспортные, какие-то проблемы. По всей территории Карачао-Черкесии самые красивые места, если кто-то посетит, может где-то под каким-то деревом найдёт этюдник. Наверное, это будет этюдник Магомед Сесурановича. Он не носил с собой. Если он один раз пойдёт на пленэр, он, чтобы обратно не нести, он этюды свои нёс обратно. А вот этюдник оставлял там в надежде на то, что вернётся ещё раз туда. Он ждал это лето, чтобы вновь ходить на этюды. Теперь это будут делать его ученики. Шерифат Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Сегодня в Карачаевой-Черкесии завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-мошенник». Её цель – выявление преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и информирование населения о способах и методах совершения подобных преступлений. Полицейские Хабетского района провели разъяснительные беседы с гражданами Абазинского и Хабетского районов, в ходе которых рассказывали об основных видах мошенничества, в том числе совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий, раздают информационные памятки. В буклетах подробно отрежены рекомендации, как следует поступать в той или иной ситуации с указанием контактных номеров телефонов, по которым можно сообщить о противоправных действиях. МВД по Карачаево-Черкесской республике проводится мероприятие «Стоп-мошенник». Целью данных мероприятий является информирование жителей города Черкеска и гостей столицы о видах и способах мошеннических действий, применяемых злоумышленникам для совершения преступлений, а именно списания денежных средств с банковских карт граждан и иными способами. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии кратковременная дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, а днём 20-25 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкеске ночью кратковременная дождь и гроза, днём без существенных осадков, ветер северо-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днём 23-25 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. 18 июля в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2, 96, 58. Категория «Нарпрос». Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ЭВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом. Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. В Черкесске открылась выставка работ народных умельцев из Адыгеи. Этот регион России, как и Карачаева Черкесия, в текущем году отмечает 100-летний юбилей. А потому взаимные мероприятия этих республиках, а также Кабардино-Балкарии, проходят одно за другим. В картины галереи Черкеска побывал наш корреспондент Артур Мхце. В нынешнем году сразу три региона Северного Кавказа отмечают 100-летние юбилеи. Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаева Черкесия – это и красивая природа с гостеприимными жителями, и многовековые традиции, которые передаются из поколения в поколение. И лучший способ сохранить их на столетие – это искусство. В рамках межрегиональной программы в эти дни в нашей республике проходит выставка народных умельцев из Адыгеи. Естественно, в рамках празднования столетия республика вот эти взаимные выставки проходят. Авторы – самодеятельные мастера, которые стараются восстановить, воссоздать древний народный орнамент, сохранить его и использовать в своих работах творческих. Одним из авторов, представленных на выставке работ, является заслуженный художник Адыгеи Гашифиш Абреч. Качество и оригинальный стиль её вышивок отметили и посетившие картинную галерею Черкеска местные умельцы. Было очень любопытно поделиться опытом в плетении, как они плетут, как мы плетём. Немножечко есть отличия. Поэтому тоже будем использовать такую технологию. Отличия в чём, в первую очередь? Ну вот наматывание, само наматывание нитей немножечко у нас отличается. Мы между собой нити сматываем, а они наматывают на леску. На каждую работу мастерицы из соседнего региона тратили недели, а то и месяцы. Зато и результат получился на загляденье. И что не менее важно, позволяет умельцам из разных регионов делиться опытом, рассказывать о традициях своих народов широкой зрительской аудитории. Мы чувствуем действительно, что это столетие, этот праздник, он для наших республик важен. Со своей стороны, мы тоже подготовили большую программу. А наш музей, наши мастера проведут такое же мероприятие в двух республиках. Язык искусства всегда объединяет. Выставка в картинной галереи продлится до 18 июня. Любой желающий может поучаствовать в мастер-классе от народных умельцев из Адыгеи. В скором времени экспозиции уже художников из Карачао-Черкесии ожидаются и в Майкопе, и в Нальчике. Кроме того, в сентябре три региона юбиляра проведут в Московском Кремлёвском дворце большую совместную выставку и общий концерт. Мы молоды и в сто лет. Под таким многообещающим названием состоялся конкурс среди медицинских учреждений республики на базе Карачаево-Черкесского медицинского колледжа. Как проходили соревнования и кто одержал победу, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. Минздрав республики организовал конкурс к столетию образования Карачаева-Черкесии. Медицинские организации представили визитную карточку. С обязательным участием главного врача и старшей медсестры. Оценивались также девиз, эмблема и внешний вид участников. Благодаря вашему каждодневному труду сегодня у нас есть возможность вместе собраться в этом зале. Вместе мы все победили пандемию, по крайней мере, на этот период. Я вам всем очень благодарен. А сегодня, сегодня традиционный наш конкурс. Я же желаю победы всем вам. Подготовка – это самая приятная часть всего мероприятия, потому что все это под хохот сотрудников, под дружные пляски, совместные обеды. Это не может не радовать. Естественно, какое-то сплочение чувствуется, дружелюбное отношение проявляется вдвойне. Поэтому у нас очень весело проходило все. Что пожелаете участникам? Всем удачи, пусть победит сильнейший, но мы тоже рассчитываем на победу. Все проходило в юмористичном стиле. Болельщики поддерживали своих коллег. Анжелика Григорьева, 38 лет, работает медсестрой Республиканской стоматологической поликлиники и верна своей профессии. Ежегодно участвует в различных конкурсах и говорит, этот драйв позволяет только лишь молодеть. А Республике своей желает процветания. Для меня это как вызов. Я прожила в нашем городе, в нашей Республике 56 лет. Я люблю Республику, я люблю свой город. Ну, любого спросите, кто не любит? Наши реки, озера чистейшие, нашу прекрасную зелень, наш Донбай. Я хочу пожелать жителям Республики мирного неба. Я хочу пожелать жителям Республики братского отношения. Я хочу пожелать, чтобы всегда среди наших людей дух интернациализма процветал. И мы любили всегда всех жителей. А так оно и есть, чтобы ничего не изменилось. По результатам конкурса победу одержал лечебно-реабилитационный центр. Второе место разделили между собой Карачаевская ЦРБ и стоматологическая поликлиника Черкеска. Почетное третье место досталось Малокарачаевской больнице и Республиканской клинической больнице. Всем победителям вручили дипломы, кубки, денежные призы. Участники получили массу позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. А сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Субтитры подогнал «Симон»!